Всем привет! Вы на канале питомик и школьный сад. Сегодня из последних новостей, которыми я владею, сегодня утром у нас в России официально отключили инстаграм. Но многих это обошло стороной, потому что люди предусмотрительные установили на свои телефоны и компьютер специальной программы, прокси-сервер, чтобы зайти может быть через другую страну и благополучно пользуются дальшими всеми благами цивилизации. Сегодня утром я посмотрел видео на канале Доча, наверное мало кто из моих подписчиков этот канал смотрит, про предпринимателей. Там ребята решили сравнить цены до начала операции на Украине, это то есть получается до 23 февраля. И после 23 февраля, там в период, наверное, 2 недели взяли срез, купили одинаковый набор продуктов. Так вот, в абсолютном выражении он подорожал за 2,5 недели на 30%. Сегодня понедельник, я все выходные думал, чем бы мне заняться в понедельник, что бы мне купить на последние гроши, которые у нас в стране остались на рубли, и решил я пробежаться по расходникам, которые мы в питомнике используем. Ежегодно решил я что-то купить по факту, что-то купить впрок, дешевле уж, наверное, точно не будет. И вот хотел пробежаться по позициям, может быть, будет кому-то интересно, кто еще. Я буду считать листочка, потому что всех цен я наизусть не запомню, конечно, я выписал себе позиции, которые я сегодня приобрел, либо заприметив скотч. Скотчем упаковываем саженцы для отправки через транспорты компании, скотчем упаковываем картонной коробки для отправки наших посылок по России. Итак, у меня есть, будут здесь, в основном, две цены. Осень 2021 года и нынешняя цена уже мартовская. Ну, на некоторой позиции есть еще цена 2020 года, потому что некоторые товары я покупал, не каждый год покупаем, покупаем за на год, а два на три хватает. Скотч в 2020 году покупали 62 рубля, осенью 2021 он стал уже 111 рублей, то есть x2 две цены. И сейчас я купил, я считаю, что мне очень повезло, по 128 рублей. То есть, был 111, стал 128, я забрал последнюю партию, там коробок 50, и все, больше мне просто даже отгрузить не смогли, остальное будет по новой цене сказать, приходите завтра. Это масло, дизельное, которое мы используем в наших тракторах. Осенью мне по 14 тысяч не покупалось, в январе я сделал запрос, мне присылали прайс уже по 34 тысячи, мне тоже не покупалось. Сейчас ценник вырос на Газпром, еще на какие-то российские масла, я имею в виду минеральные, М8Г2К, самообычное, до почти 48-50 тысяч рублей за бочку. Но мне за этот привезут Роснефть, я не знаю, насколько хорошие это масло, по маркировке это обычное, дизельное, за 28 тысяч за тонну. В январе оно стоило 27, то есть подражание не произошло. Бирки для растений, бирки, петельки, которые мы вешаем на наши саженцы, с печатью на одной стороне, наши фирменные, были по рублю, стали по 2, то есть x2. Перчатки, перчатки я покупал по 6 рублей, по 8, вот прошлую весну я купил по 9, покупаешь их сразу впрок, на год на 2, на 3 хватает. И меня всю зиму одолевал менеджер Ирина из компании, как она называется, не помню, наша Нижегородская, кто поставляет там перчатки. Купите еще, купите еще, они как-то мне, в день все на склад было уйти, нужно было сделать ревизию, надо они мне, не надо мне, сейчас, конечно, ну, просто на 2 рублей потратиться, давайте. Ну, пожалуйста, еще прислали по 18 рублей, хотя мог купить, всю зиму мне предлагали их по 9 рублей. Мешки для мусора, но в которой мы фасуем саженцы, очень ходовая в нашем питомнике позиция, несмотря на то, что 90% питомников, которые отгружают открытую корневую систему, можете убить этот в инстаграме фотографии, на ютубе фотографии, видео, все отгружают без мешков. Просто подгоняется машина, голый корень, пучок, там, не важно, 10-15-50 штук, и кидается в машину, все, поехал. Как он там доедет, материал, высохнет, либо он замерзнет там, никого отправить продавца не волнует, в 90% случаев. Мы один из многочисленных питомников, которые все наши саженцы обгружаем, только в упаковке в целлофане. В общем, мешок для мусора объемом, по-моему, 100 литров, он такой большой, был 5 рублей, стал 10 рублей. Пакеты, в которые мы сажаем саженцы, то есть мы и в горшки применяем для закрытой корневой системы, но все равно мы сидим на пакете. Денег жалко, на горшки прям ужас. Пакеты подорожали не очень сильно, видимо, сырье, хотя мешки делают из того же, из ПВД полиэтилена. Может быть здесь первичка, может быть здесь вторичка, поэтому цены разные, незначить изменились. Пакеты для саженцев у нижегородского производителя были по 3,20, сейчас по 3,90 мне выставили в счете. Прибавка есть, но, конечно, не в два раза, как вот на обычные мешки для мусора. Дальше у нас пленка парниковая. Прошлую осень я попробовал купить пленку светлица, это МПО шар в Санкт-Петербурге. Накрыли мы сейчас одну теплицу, конечно, цыплят по осени считают, и первичные впечатления о пленке были хорошие. Из минусов то, что мы используем толщину 200 микрон, а у них намотка только по 50 метров, ну, нам не очень удобно. Приходится делать лишние стыки на наших теплицах. В общем, тут, на удивление, цена снизилась. Скорее всего, связано то, что мы стали постоянным клиентом, и нам какую-то сделали, может быть, там, дисконт. Но даже если без дисконта, цена бы осталась на уровне. Осень я покупал рулон 50-метровый за 6,600 с копейками, сейчас я купил за 6,300. Мелочь, а приятно. Правда, она в Санкт-Петербурге, ее, чтобы сюда еще привезти, нужно 20 тысяч заплатить. Потом шпагат сенажный, он по-другому называется, полип перепленовый, нитка назовем ее так. Используем ее в питомнике очень много. Начинается это от посева грядок, посадка, маточника, садоч, что угодно. Без сельско-сельского хозяйства, в питомнике, без шпагата никуда. Это линейка, по ней сажается, все ровненько. Покупаем мы здесь в Дзержинске, у местного производителя ЗАО, шпагат они называются. Цены варьировались, там, в 20-м году 145 рублей за килограмм. В килограммах продают в таких катушках по 5 килограмм. Осенью, по-моему, я покупал прошлые по 175 рублей, сейчас мне выставили счет по 235 рублей. Но купил я не в Дзержинске, купил я в Чебоксарах по 205 рублей. По-моему, даже не российского, а белорусского производства. Дождевики используем в питомнике. Что делать, если дождик идет? Надо дождевики одевать, не дома сидеть. Были они 450 рублей, стали 570. Очень удивилась цена на диски для пилы. Кто следит за нашей, за нами, видел, как мы осенью пилим, вот такой огромной пилой, зубьями, который распускает на пилорамах доски, по двое подпиливаем в земле, яблоневали, какие другие. И этот диск у нас иногда бывает, выходит из строя. За прошлую осень аж три диска мы ушатали. Молодцы мы. Мы, наверное, будем их восстанавливать, запаивать. В общем, диск большого размера на 600 миллиметров стоил в Екатеринбурге 9000 рублей. Захожу на их сайт, смотрю, 9000 рублей. О, цена-то не изменила, давайте мне три штуки. Они пишут, 30 тысяч за штуку, сколько вам завернуть? Ну, по 30 тысяч за штуку, я что-то как-то развернулся, думаю, впрок смысл нет покупать, потом куплю, нечего их там складировать по 30 тысяч. Хотя, металл вторичный к чермету упал, говорят, с 28 рублей. А первичный, он как в прошлом году взлетел, там с 50 до 100 тысяч, он так всю зиму продержался. И сейчас я ради интересов в прайс местной нижегородской фирме Шерипа запросил. В районе 90-115 тысяч, самый ходовой товар, это, по-моему, профильная труба, вот она по 115 тысяч, какие-то листовой металл, там по 90 можно купить. Но, в общем, к уровню прошлого года металл, я бы сказал, не подорожал. Капельный полив, тоже решил я впрок закупиться, года, наверное, на два вперед я куплю его. Восмимил свои капли, производство и до капли, Краснодар, по-другому, он еще называется, и Рико Магра, мы с ним давно сотрудничаем. Осень у них приобретали по 2,10, 2,10 копеек за метр, сейчас цена выросла на 15%, 2,40 копеек. Ну, нормальное повышение цены, надо брать. Дальше у нас по списку, из того, что нас интересует, это... Ну, основные позиции я перечистил, которые я уже либо купил, либо присматриваюсь. Удобрения подорожали в 2 раза. Хорошее удобрение, бесхворное, мы используем гуського химического завода, были 100 тысяч, считали 200 тысяч за тонну. Солярка растет у всех на глазах, сами видите, как на заправках. Трактора, если кому интересно, сам распространенный МТЗ-82, там мы с модификациями различными. Прежняя цена прошлого года, это полтора миллиона рублей. Хотя в 2014 году, до того, как Крым был наш, он стоил 500 тысяч рублей. В 2014 году. Потом резко миллион, и пошел-поехал, миллион триста, полтора. Сейчас он стоит 3 миллиона. 12-21, который помощнее трактор, 130 лошадиных сил был. Мы покупали последний трактор, лет на 8 назад, 2450. Но он уже, конечно, подрос, наверное, около 3-х был. Сейчас он стоит 5,5 миллионов. Еще, помимо всего прочего, меня удивило такое отношение фирмы Мистерия, нашей Нижегородской, ну это какая-то сетевая, может быть, не знаю, в которой я купил мешки по 10 рублей мусорные. Хотелось бы мне, мы как делаем, они в Нижнем Новгороде делают там доставку, в Садовый Центр, наш любимый сад, и мы оттуда забираем уже себя в Гагино. Думаю, что там людей напрягать? Сейчас машина будет с товаром ходить в транспортной компании, заедем, не с вами заберем. Я им пишу, заедем, на следующей неделе заберем. Мне менеджер призвание, он говорит, а на следующей неделе цена будет другая. Я говорю, как другая, я же оплатил в полном объеме. А вы счет читали, а там счет, и вот счет такой прям, 10 абзацев там договора они туда впихнули в этот счет, я гонять не читал, что там читать-то интересного. В течение трех дней оплачивай, будьте счастливы, не оплачивай, цена изменится. Либо бронь слетит, обычно там это пишут. У нас по-другому. У нас бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, оплата счета ни хрена не гарантирует фиксации цены. Мы привязаны к доллару, хотя у них делают российского сырья, производство этих пакетов в Орле находится. Я там этикетки видел, завод производителя. И в среду мы вам можем цены пересчитать. Представьте такое, на привязательское отношение, хотят прям вот каждую-каждую копеечку, никакой копеечки мимо они хотят все заработать прям до последнего. У нас вот с клиентами бывает, я, к примеру, сегодня разосвал новый прайс с повышением цен на некоторые виды продукции наших саженцев. Сегодня же получаю 2-3 заказа по старым прайсам, даже месячным. Конечно, те позиции, которые закончились, я и заключаю заказы, у меня тоже физических нет. Но цены по-новому я не пересчитываю, потому что цены я не поднял ни в 2 раза, а там какие-то десятки рублей, там виноград на розы, декоративную культуру, и ругаться с ними за постоянных клиентов. Ну как ругаться? Я скажу, мол, давайте по новому прайсу делать. Они, конечно, там будут недовольство высказывать, отношения не хочется из-за каких-то копеек. Но вот компания Мистерия меня, конечно, удивила. Ну ладно уж, что, везите. Раз оплатила, то еще придется 3 цены платить, когда я сам за товаром приеду заплаченным. Бывает вот и так. Ну, в целом, цены на продукты. Вы сами видите, сахара нигде в добыль нет. Люди везде кидаются, сахар ищут. Если по 80 рублей купил, считай, счастье это тебе. И по мне так нет смысла затариваться сейчас впрок какими-то продуктами питания. У нас не будет дефицит, не будет у нас 98-й год и 90-х годов у нас не будет. Сами мы себя прокормим. Когда цены будут высокие, меньше будет у нас излишеств. Меньше будем пить газировки, меньше будем пить алкоголь, меньше будем курить табака. Это голодание, оно на пользу идет. Сейчас вот, кстати, великий пост идет. Кто постится, он меня поймет и поддержит. Я не пащусь, но периодически, мне кажется, надо уже пора тоже за фигуру следить. Хотя бы через пост. Пускай это не будет выглядеть там кощустом каким-то, что вот постится, чтобы похудеть. Я для себя такую стратегию выбрал. В общем, такие вот цены. Думаю, еще я затариться, не затариться впрок соляркой. Хотя у меня ее особо не во что наливать в больших объемах, да и хранить негде, да и учет вести. По мне, чем больше стоярка у тебя стоит, тем больше у тебя его украдут. Потому что нет, нет, она в свободном доступе появляется. Ключ тому, какого-нибудь плохого тракториста. Если ГСМ меньше на глазах лишнего, ну и вороваться он будет меньшими объемами. Это такая будет моя логика. Будем надеяться на лучшее. Все у нас впереди. С этими ценами жить можно. Но, как и все сверхвозпроизводители, я все перечислил. Многие цены, они увеличены в два раза. Конечно, они не составляют себестоимость продукции нашей. В цене саженцев 100%. Но прямо или косвенно на цену она влияет. И подталкиваясь этими видеороликами своих клиентов, что надо поднимать ваши розничные цены. Тогда и мы будем на вашем уровне смотреться как бы нормально. Не бойтесь поднимать цены. Это вынужденная необходимость. Будет у нас улучшаться обстановка. Будем снизить всегда цену можно. Так что будем надеяться на лучшее. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok